Свою позицию по ситуации с тенге обозначил и Национальный банк. За две недели регулятор использовал 1,47 миллиарда долларов из резервов для сглаживания волатильности. В декабре на эти цели пойдут еще 800-900 миллионов из Национального фонда. Ну а дальнейшая ситуация будет зависеть уже от ожиданий внутри рынка, ситуации на мировых рынках и геополитической ситуации. Тем временем Бюро национальной статистики рассказали о ситуации с ростом цен в ноябре и за годовой также период. Из продуктов питания стоимость на огурцы выросла на 40%, помидоры подорожали на 37%, ну и также перец сладкий подорожал, лук, чеснок, капуста, картофель, масло подсолнечное. А в сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на горячую воду почти на 11,5%. Отмечено также повышение на электроэнергию, вывоз мусора, центральное отопление. Об этом сообщают в бюро. И вот по словам министра нацэкономики Нурлана Байбазарова, из-за ослабления тенге в Казахстане также может подорожать жилье. А причина этого рост цен на импортированные строительные материалы и в первую очередь отделочные материалы. Что касается импорта, да, есть импортозависимость у нас по непродовольственным товарам, в первую очередь это стройматериалы, есть импортозависимость от оборудования, разного рода техники и так далее. Поэтому здесь в этом направлении у нас, как я сказал, работа активная продолжается. Мы активно реализуем проекты и в сфере агропромышленного комплекса, в сфере производственной сферы, чтобы снизить именно импортозависимость по основным видам товаров, в котором и в первую очередь влияет изменение валютного курса. Поэтому, ну, эти колебания всегда происходили и будут происходить валютные колебания. Вопрос в том, чтобы как реагировать и какие меры превентивно принимать, чтобы снизить негативные последствия такого колебания валютных курсов.